Как воюются? Воюются отлично, честно. Мало конечно войны, скучновато порой, но хватает в принципе. Как украинские войска обстреливают за последние дни? Я не помню ни дня, чтобы они не обстреливают. Пару раз только было такое, что реально тишина была весь день. Это и то после того, как мы их обстреляли. А так, постоянно оглумятся. Но они косые, поэтому можно не бояться. У нас это не цепляет. Мы ходили на посты, так и ходим. Особо никто не прячется. У них что снайперы, что льта косая. То там уже вы поопытнее стали? Возможно. Да что опытнее? Тут опыт, я не знаю, мне сказал бы, что я тут опытный. Просто как-то видно, что они не косые, однозначно. Мы не опытнее. Я тут недавно. А с какого времени? 10 числа я поступил. Апрель? Да, 10 апреля. Сюда вот попал на кромку здесь и буду. А вообще сам откуда? С Донецка. С пролетарки. Кем работал, придя сюда в ополчение? Строитель. Хороший строитель. Не просто знаешь, как строители бывают. Я хороший строитель. В лучшем городе. Это мягко сказано. Ясно. Почему решил прийти? Как попал вообще сюда? Попал. В принципе, долгая история насчет того, как попал. Даваться подробностей не стоит, я думаю. Ну, я не жалею, что попал. Посмотрел, что да как. И сделал для себя выводы, что надо идти, брать автомат, а не дома сидеть перед диваном и ждать, пока все закончится. Здесь беспилотник где-то. Ну, в общем, как-то так. В принципе, ничего страшного нет. Поначалу, конечно, думал не привыкнуть к этому нельзя. Вот артиллерия, взрывы, выстрелы. Ну, буквально на второй день уже спокойно ходил, отстреливался в полный рост с оковов. Артиллерия, правда, ну, где-то недели две привыкал к этим взрывам. Сейчас как-то, что есть, что нет. Бахкать, да и бахкать не по мне и слава богу. Какая артиллерия? Ну, ты знаешь, да, Минские договоренности меньше сотого калибра, да? Вернее, больше. Ну, больше, да. Нельзя. Ну, в принципе, в принципе, они как бы именно по нашей позиции больше и не использовали. Ну, разве что только РПГ они стреляли. И вот с Бетро недавно работали по нам. А так, в принципе, 82-е, как стандарт, и вот АГС у нас служат. А так, в основном, стрелковая, утес, сушка у них работает. Ну, вот по городу, да, 2-го числа, 2-го и 3-го, по-моему, били, там и 120-е, и 150-е пролетали. То есть... Ну, слышно здесь хорошо было, да? Да, прилично. И на Пасху они тогда по городу били. Я здесь был как раз на посту, тоже стоял. Без 15-12 колокола начали работать. Красиво все. Ночь. И они пошли залпы. По рации никого не цепляет. Куда бьют, неизвестно. Оп, докладывают по городу бьют. Ну, пришлось их немного утихомирить, конечно. Потом пару дней они молчали. Ну, в общем, как-то так. В принципе, весело. И другим советуют уже не сидеть дома, а как-то думать. Если уже хотим жить вот в нашем городе, в Новороссии быть, не в составе Украины, то надо как-то что-то думать, чем-то жертвовать, бросать дела, приходить. Я вот и даже в армии не был. Я здесь первый раз с автомата здесь стрелял вообще в жизни. И все. И сейчас я довольно таки уже считаюсь нормальным солдатом. Меня и на пулемете, и вездесущий такой, скажем, универсальный. И с РПГ лупануть, и на пулемете постоять. Завросто.